Историю самолета падом, так называемым, раскрываем далее. С нами на связи Анатолий Храпчинский, эксперт в сфере авиации, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы. Приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий, если, знаете, вот так просто спросить у вас, а что же в последнее время, ну, как мы понимаем, с учетом вот тех птичек, которые упали, не долетели или там не выполнили свое боевое задание, что получается у украинцев и не получается у россиян? Ну, россияне неактивно пытаются скидывать кабы, и поэтому, да, на самом деле они очень близко подлетают и рискуют. Соответственно, то есть задачи у них, мы видим, как происходили, то есть бои за Авдеевку, это просто заваливание этими кабами. Они продолжают такую такую тактику ведения боя, и поэтому попадают под действия наших противовоздушной обороны. Плюс тут надо обозначить, что и на самом деле наши воздушные силы смогли намного лучше усилить свои возможности благодаря там и западной технике, и систем, которые были интегрированы с старыми советскими системами наподобие на франксам. Поэтому я думаю, что тут плюс усиление, и, конечно же, я бы сказал, что это однозначно очень хорошая работа наших военно-воздушных сил. Можно поговорить о возможности россиян компенсировать потери. Вот, к примеру, Су-25 они не могут компенсировать и восстанавливать, а вот Су-34 еще каким-то образом могут производить, хотя им это намного сложнее, потому что санкции и достать, собственно, комплектующие гораздо сложнее. А что нужно сделать для того, чтобы все-таки Су-34, их изготовление и восстановление было недостижимым на данный момент для России? Какие комплектующие из стран других нужно перекрыть? И стоит ли конкретно называть эти комплектующие в новых пакетах санкций или модерировать, мониторить точнее более, ну, скажем так, ощутимо их поставки, и даже, возможно, в обход определенных ограничений? Давайте начнем с того, что Су-34 это модернизированный советский Су-27, и он, в принципе, разрабатывался в советское время, поэтому можем говорить о том, что Россия, в принципе, может еще производить в небольшом количестве за счет того, что он наполнен комплектующими, которыми производились в 80-е годы, и какие-то технологии еще в России остались. Соответственно, конечно же, есть элементная база, которая, допустим, пополняется за счет иностранных компаний, которые, не ведая того, оказываются в российских самолетах. Я бы обратил внимание еще, в принципе, на КАБы, которые, в принципе, обыкновенные бомбы, на которые приделываются крылья из обыкновенных ЧПУ-шных санков, которые, в принципе, даже не попадают под значение как двойного назначения. Поэтому тут тоже нужно обращать внимание, в части санкций непосредственно для наших западных партнеров нужно смотреть внимательно, что продают и какие станки продают в России, потому что Россия уже налогчилась, допустим, с обыкновенных ЧПУ-шных станков делать крылья для этих бомб, которыми они потом закидывают Украину. Относительно производства Су-34, на самом деле, они не могут сильно активно его развивать, и мы видим, что, в принципе, из открытых источников известно, что произведено было в 2023 году не больше пяти самолетов, если я не ошибаюсь. А, в принципе, Украина сбила то количество самолетов, которые Россия построила за пять лет с половиной. Поэтому, в принципе, с несопоставимой потерей, и, в принципе, есть еще много работы для того, чтобы все-таки, как говорится, помножить на ноль полностью российские возможности именно использовать этот вид истребителей. Анатолий, вот смотрите, вот когда мы говорим о способности Российской Федерации восполнять эти потери, да, вот вы уже отметили по поводу КАБов, ну, по сути, да, просто берут и к этим снарядам, как вы говорите, приклеивают крылья, да, вот это оперение им, да, вот, придают соответствующее, что они могут лететь. Но если мы говорим о самолетах, то, определяя вот эти угрозы, когда мы говорим о ракетных угрозах, соответственно, да, в частности, вот мы переживали эти дни определенные, начало года, потом первые числа января, также середина февраля, мы наблюдали эти ракетные угрозы. И когда ГУР выступает с тем, что вот, по нашим данным, это уже были ракеты, там, последнего квартала 23-го года и так далее, и так далее, мы понимаем, что они как-то вот, ну, восстанавливают, пытаются, да, их делать или покупать, да, налаживая поставки из той же, там, Северной Кореи или же, говоря, о тех баллистических ракетах со стороны Ирана, да, они попытаются восполнять. Но если мы говорим о том, что не восполняется, вот тот ресурс, на который нужно не просто купить деталь, да, или где-то ее взять, или где-то вот обмануть и взять тот станок, определить, да, восполнить это производство и так далее, и так далее, то, как вы считаете, вот, невосполняемый ресурс, который касается человеческого фактора, да, вот, в каждом же вот этом самолетике, да, были люди, те же Тушки, да, тот же Ашка, те же Сушки определенные, да, то вот в этом плане, вот, человеческий ресурс, насколько сложно его восполнять Российской Федерации в плане специалистов, которые способны сидеть в этих машинах и нести смерть украинцам? Ну, начнем с того, что, в принципе, обучение, это уже пять лет непосредственно для того, чтобы обучиться пилотировать самолет, а уже получение боевого опыта, получение какого-либо опыта в дальнейшей работе, то есть это еще плюс год-два, как минимум. Тут, наверное, хороший пример можно будет сопоставить на примере А-50, на самом деле, потому что, если мы говорим просто о пилотах, которые могли пилотировать Ил-76, их достаточно, может быть, в России, а вот именно операторов боевого управления, которые сидят за теми радиооперационными станциями на борту, операторов боевого управления, которые сидели в Ил-22, которые занимались в командном пункте, их на самом деле обучают пять лет, и плюс тут еще нужно получать непосредственно опыт, непосредственно работая за этой аппаратурой. На самом деле, если возвращаться к пилотам, то Россия испытывала проблемы с пилотами еще во время сирийской операции, тогда Шойгу активно выступал за увеличение набора именно пилотов, тогда уже эти проблемы были. Сейчас видим, что более 250 человек, это еще до падения а в 50-х было заявлено, что более 250 пилотов погибли во время полномасштабного вторжения России в Украину. Поэтому можем говорить, что, в принципе, на самом деле погибли те пилоты, которые могли бы научить, погибли инструктора, которые могли передать свой опыт работы. Кто сейчас учит, мы понимаем, что, соответственно, уменьшается возможность все-таки передать ту важную информацию, которая была получена теми пилотами, которые долгое время сидели за штурвалом. Поэтому, на самом деле, да, это тоже одна из важных задач. Я думаю, в принципе, если говорить о неспособности пилотов, то она в разы сократит возможности авиации России, потому что некому будет летать на тех самолетах, даже которые останутся. А я еще, знаете ли, хотела с вами, возможно, немножко отойти конкретно от нашей темы, но все-таки с авиацией она непосредственно связана, это с обучением украинских пилотов на F-16, потому что обычно такое обучение занимает как минимум в три раза дольше и больше времени. Но украинские пилоты осваивают эти самолеты гораздо быстрее. Ну, просто вундеркинды, получается. А главным образом, как вы считаете, с чем это связано? Мы понимаем, что есть огромная мотивация для защиты страны, но ведь действительно там есть немало барьеров, как минимум, возможно, в некоторых случаях языковой барьер и техническое обеспечение, оснащение. Ну, давайте начнем с того, что это идет не обучение, а переобучение. Переквалификация. Переквалификация. Это доступ к новому типу самолет. Понятно, что это абсолютно новый тип, абсолютно новые стандарты, но, тем не менее, тут отдать должное, что я думаю, что большинство пилотов, которые сейчас учатся летать на F-16, это те люди, которые были воспитаны на фильмах «Топган». И я думаю, это тоже как такой, знаете, дополнительный толчок к тому, чтобы именно как можно оперативнее и быстрее научиться и уже помогать освобождать украинское небо. Если мы говорим о сроках, разные называются. Вот президент сказал, что уже в этом году. Но, возможно, летом, как считаете, Анатолий, или все-таки весной мы сможем наблюдать работу этих пилотов в украинском небе? Программа переобучения украинских пилотов рассчитана на два года. Поэтому говорится об обучении и непосредственно курсантов, и пилотов, которые не имеют еще налета, но уже выпущены, прошли определенные программы. Мы видели, уже есть пилоты, которые учатся на легкомоторных и учебно-тренировочных самолетах других типов. Поэтому, в принципе, мы можем говорить о разных сроках, и, в принципе, они будут правдоподобны, потому что мы понимаем, что одна группа закончится весной обучения, другая группа закончится уже ближе к лету, кто-то закончит в конце этого года. Поэтому, в принципе, с таким темпом, я думаю, что будет постоянно выпускаться какая-то группа пилотов. В принципе, мы понимаем, что по срокам уже подходит тот период, когда первая группа должна была бы закончить обучение и приступать уже к самостоятельным полетам. Но, опять же, давайте начнем с того, что на самом деле тут мы говорим не только просто о переобучении, а тут мы еще и должны научиться все-таки вести боевые действия на новом виде самолета и выполнять определенные упражнения по пилотажу и уклонение от тех же ракет, противоракетное уклонение и так далее. То есть это большое значение именно на новом типе самолетов. Поэтому, в принципе, это занимает какой-то срок. Также хочу озвучить цитату, которую с вами обсудим. Российские самолеты все чаще будут попадать в зону поражения украинского ПВО. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Он отметил, что у Украины, хотя и мало средств, которые могут поражать цели на большом расстоянии, но этого достаточно, чтобы эффективно уничтожать российскую авиацию и пилотов. Ситуация значительно улучшится после отправки в Украину истребителей F-16. Мы с вами уже несколько так затронули эту тему. Предлагаю услышать цитату, которую обсудим. Россияне, как вы видите, и мясные штурмы не прекращают, и, как говорил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, они не прекращают и мясные авиационные атаки. То есть не могут понять, что их здесь не ждут. Что будут они все чаще попадать в зону поражения нашей противовоздушной обороны, поскольку есть у нас уже сегодня средства, которые могут их доставать. Есть у них тоже там противоракетные маневры, разные способы избежать попадания в самолет, но, как видите, частенько им это не удается. Поэтому российские летчики уже чувствуют, что они под прицелом. И это очень хорошо. Юрий Игнац, спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в эфире марафона «Едыни новына». Мы можем уже настолько уверенно говорить, что преимущество в небе у России постепенно так становится все меньше и меньше. И мы движемся к тому, что оно либо сойдет к минимуму, либо и вовсе к нулю. Ну, судя по результатам, количество самолетов, сбитых за начало года, позволяет нам делать такие выводы. Мы видим, что, в принципе, пилоты понимают, что, выходя на боевой вылет, русские пилоты, они могут просто не вернуться обратно. Поэтому им нужно готовиться к тому, что это будет их последний вылет. Хотя, знаете, в авиации не говорят слово «последний», но русским пилотам хотелось бы сказать, чтобы они знали, что каждый их вылет является последним. Анатолий, смотрите, если, знаете, обращаться вам, как не только к эксперту в сфере авиации, но и человека, который непосредственно задействован в процессах производства систем радиоэлектронной борьбы, если мы говорим о противодействии в авиации, грубо говоря, в воздухе, что сейчас Украина может предложить в сфере противодействия ракетным угрозами тем же беспилотным летательным аппаратам, которые так или иначе, чуть ли не в каждодневном режиме, применяют армию Российской Федерации? Ну, Украина имплементировала противовоздушную оборонную систему, которая называется «Покрово», и она помогает, в принципе, значительно ухудшать возможности, и так очень сильно ухудшать возможности ракет в плане попадания в цели, и еще много функций, которые у ракеты используются для того, чтобы производить определенный полет с определенным маршрутом. наши средства радиоэлектронной борьбы помогают, на это очень сильно влияют, и, как видим, были уже случаи, когда и ракеты просто исчезали, как мы можем сказать. И можно сказать, что о шахедах, которые приземляли целиком. Поэтому, на самом деле, тут Украина первая, которая примитировала такие средства, и построила шелонированную систему воздушной обороны с учетом средств радиоэлектронной борьбы, и они развиваются. Поэтому, можно сказать, что, в принципе, делаем очень такие серьезные шаги в этом направлении, и, я думаю, нашим зарплатным партнерам скоро будет чему у нас научиться. Знаете ли, мы, когда говорим о том, что российский флот терпит неприятности, мы вспоминаем о том, что якобы страна без флота уничтожает флот страны другой, который этот флот считала могущественным. А здесь, когда мы говорим об авиации, мы слышим цитату, что у нас, да, не так уж и много средств, но нам хватит, чтобы чувствовалось им так же неуютно и в небе. А как вы считаете, вот, исходя из таких успехов и такого прорыва, и действительно каких-то новаторских подходов, вероятно, к противостоянию агрессии, что важнее в данной войне, все-таки работа над тактикой или работа над технологиями? Одно другому не мешает. Однозначно нужно говорить и о тактике, и нужно говорить о технологиях. Технологии, безусловно, помогают нам именно воевать технологиями, при этом защищая свой личный состав, не подвергая его опасности. Поэтому на самом деле технологии являются важной вещью. Но, опять же, имея те же технологии, имея хорошую тактику, можно получить намного больше эффект от такого сочетания. Анатолий, как, по-вашему, каков, по-вашему, может быть, эффект от последних собраний, переговоров и заявлений, которые делаются на разных уровнях? Но, в частности, это касается инициативы, да, и так называемого повышения САОК со стороны президента Франции, Эммануэля Макрона, который говорит о том, что нужно работать над так называемой коалицией по дальнобойным орудиям, и, в частности, ракетам. Да, как вы это оцениваете, каковы перспективы, по вашему мнению, ну и просто чего вы ожидаете, да, как будет развиваться эта история с учетом потребности Украины бить больнее и бить дальше? Ну, если говорить о далекобойных ракетах, то нужно говорить о том, что нам на самом деле есть необходимость увеличивать радиус ударов, потому что есть предприятия на территории Российской Федерации, которые являются законной целью, это как и заводы, которые производят непосредственно ракеты класса Х-101, Х-555, которые сбрасываются со стратегических самолетов. Также это есть и стратегические аэродромы, которые находятся в доступной, скажем так, для таких ракет расстояния, это там, где базируются и Ту-22, которые неоднократно подлетают нашим границам, и вот недавно буквально со стороны Черного моря закидывали нас ракетами Х-22, поэтому, в принципе, тут хотелось бы уже больше дела со стороны наших западных партнеров и непосредственно передачи такого дальнего вооружения, и еще плюс, чтобы можно было его использовать по территории Российской Федерации, потому что все-таки мы слышим, допустим, господин Шольц постоянно говорит, что он не хочет передать ракеты, потому что боится, что Украина использует их против Москвы, хотя мы неоднократно заявляли, что пока нам не разрешат, мы не будем использовать западное вооружение по территории Российской Федерации. Анатолий, благодарим вас за то, что вы присоединились к обсуждению этой темы в эфире «Фридом». Зрителям напомним, что с нами на связи был Анатолий Храпчинский, эксперт в сфере авиации, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» — только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.